МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Знаю, что вы будете благословенны, друзья. Спасибо, что вы остаетесь на «Импакте». Welcome to the Impact Television Network. Приглашаем вас также в семью, то, что называется «Импакт». Мы рады приветствовать каждого из вас в Америке, в Канаде, в Европе. Я всегда оканчиваю программы, оканчиваю влияние тем, что говорю, Иисус Христос любит вас. Начну сегодня этими словами. Господь любит вас. Сегодня у него есть слово для вас, у него есть откровение для вас, поддержка, утешение, кому-то исцеление. Все это в букете. В объеме Господь имеет сегодня для тебя. Имею специального гостя. Пастор Василия Пархатюка. Пастор Василий, приветствую. Рад быть вас. Приветствую Юрий и приветствую всех телезрителей. Ист Вашингтон, знаменитая Пасха, Трай-Сити. Кто не знает Трай-Сити? Маленькая, небольшая, но известная. Известная. Известная в наших кругах церковь Good News Church. Совершенно верно. Вас еще именуют как Hungry Generation. Наш псевдоним. Ваш псевдоним. Так окрестили. И, кстати, друзья, вы смотрите служение церкви Hungry Generation в прайм-тайм на телеканале Impact. В основном по-английски. Да, молодые люди. Ты подтягиваешь молодых людей. Проповедуя молодые. Владимир такой благословенный, помазанный брат. Мой племянник. Служитель, твой племянник. Слава Господу. Знаешь, когда в нашем с тобой возрасте мы даем зеленую улицу молодым служителям, это честь делает. Это не умоляет служение. Но, наоборот, поднимает служение. Да, это правда. Я вот сам думаю, даже в рамках канала Impact, надо побольше молодых людей подтягивать. Побольше, потому что, знаешь, мы будем говорить об этом сегодня. Что является собой церковь, что является собой молодежь. И если мы не будем подтягивать, тогда... Пропущенный вот такой виток, пропущенный в шесть степеней, один зуб, он начинает потом пробуксовывать на том месте. И если сегодня смотреть в реальную быт, жизнь церкви, и очень многие церкви пропустили следующую волну молодежи, не потянули. И все. К сожалению. У вас, пастор Василий, прошла интересная конференция. В конце апреля. Крусейд. Крусейд. Кто не понимает слово Крусейд, конференция. Особенно европейцы, они не знают Крусейд, они сразу вспоминают, ага, Крусейд. Какой-нибудь там отсюда, из прошлого. Конференция или Крусейд у вас трехдневная была, впечатляющая была. Мы транслировали в прямом эфире. Часть. Да, часть конференции. И те моменты, которые я смотрел, и многие из нас смотрели по исцелению, оно созвучно и с нашими теологией, и с нашим восприятием духовных проявлений. То есть, говорят даже с рядом служителей, с рядом служителей, с которыми я лично общался после этого, они говорят, они не увидели и не заметили ничего, что противоречило бы нашему вероучению. Поэтому прокомментирую. Это было очень грандиозное событие. Крусейд или конференция была на очень таком высоком, культурном, организованном уровне духовном. Крусейд-служение проходили, где был призыв ко спасению людей. Все на самом деле это делалось и делается. Джан-ши. Джан-ши. Значит, чтобы царство Божье его расширить, распространить. Когда я мигрировал в Америку, в конце 99-го, в 2000-м, скажем так, вышел на улицу. Как молодым мы были. Да. Был как раз мне уже после 40-ка. То несколько лет я в нашем городе посещал общегородские богослужения в самом большом помещении публичном в нашем городе церкви. Все церкви собирались. Город Пасху. Да. Три сити там, Ричланд и Кеновик, они рядом. Но после это здание вмещает где-то больше 5000, может быть, 6000 человек. Но после нескольких лет по какой-то причине не осилили. Ставало людей приходить меньше и меньше. И потом остались в долгу. И это здание больше не наполнялось христианами. Англоязычными. Всеми. Всеми. По местным местным церквям. Потому что там большой процент славян живет. Большой процент. Ну, небольшой. Небольшой, да? Небольшой. Небольшой. У нас сейчас три славянских церкви. И наша церковь, которая ведется по-английски, и у нас больше американцев, чем славян, то я не знаю, как считать нас. Ну, три церкви сугубо славян. То, когда я увидел, что больше это здание не наполняется, что церковь не выходит как город на вершину, как город на вершине горы, как свет на подсвеченнике, это было очень печально. И вот этот крусейд, который мы сделали, мы не наполнили, мы не взяли то здание, но мы взяли следующее, чуть ниже здание по количеству людей, и оно было наполнено. Несколько тысяч, даже больше было, да. По регистрации, по компьютеру, людей, которые пришли, посетили, были на крусейде, по регистрации 3800. Но многие люди не подходили к столику, чтобы зарегистрироваться. Я потом смотрел некоторые из свидетельств, которые имели место в виде исцеления, когда Джан Ши молился за людей об исцелении, потому что это было важной частью также. Есть. И некоторые свидетельства впечатляющие. Такая правда, что удивляясь телезрителей, братья и сестры, и брат Юрий, что мы, здоровые люди, очень часто не знаем, сколько больных есть, и где они находятся. Но остается та правда, что когда люди узнают, что где-то проявляется исцеление, люди едут со всех концов. Люди есть такие больные, что трудно просто себе представить, как люди страдают. То очень много приехало больных людей. Конечно, было много исцелений, особенно было много освобождение демонов. Это такое было, я думаю, для нашего славянского мира это было впервые. И, может быть, такие конференции, такие крусейды, очень редко здесь у нас в Америке есть, где вот служение длилось до 12 часов ночи, 6 часов. Люди не расходились. Потому что мы показывали всего 2 часа, наверное, или 2,5 в эфире. Люди не расходятся. Служение состоялось таких, первая часть велась нами, где был призыв ко спасению, где было хорошее такое профессиональное прославление, свидетельство. И потом это было, да, на вторая часть, где служил Джон Чи. Это действительно Божий человек. Духовный мир его знает. Болезни его знают. Конечно, было много людей, которые не исцелились. Но были такие исцеления, они запечатлены на видео, и есть свидетельство. Прошло время, они люди исцеленные. И это просто чудо. Здорово. Друзья, мы в эфире с пастором Василием Пархатюком. Это церковь Паско, East Washington. И название церкви Good News Church, или Hungry Generation. И, пастор Василий, также upcoming conference, как мы говорим, crusade, приближается следующая. В ноябре месяце, так сказать, осталось несколько недель, чуть больше. Ну, месяц остался. Это следующая конференция. Ну, кстати, у вас был Боб Ларсон. Да. Боб Ларсон. И мне звонили, говорят, как удалось Боб Ларсона в East Washington пригласить. Брат Юрий, я сам из моего прошлого баптистского. Я рос и воспитывался в баптистской церкви. И баптизм для меня очень близок. И я люблю людей, таких слов, которые с Библией дружат. А Боб Ларсон, он баптист. И он никогда не отзывается о говорениях наивных языках. Но в его практике он молится за освобождение от людей, независимых, вот, и знаний бесов долгое время. Это десятки лет. Это очень такой взвешенный, очень доктринально сориентированный, сбалансированный человек. Вот, и он приехал к нам. Правда, он вышел на сцену, потому что наши служения стали такими бурными, харизматичными. Он начал пересчитывать все... Но ты не пугай зрителей. У вас так в норме. Да. У вас не бурно там вот такое. А то подумают, что у вас что-то там происходит. Да. Короче, он начал пересчитывать все конфессии, где он за всю историю проповедовал. И говорит, вот мне трудно, куда вас вместить. Молодые и это. То, братья и сестры, телезрители, мы хотим, я хочу вас проинформировать о предстоящей конференции. 18-го, 19-го. 19-го ноября. И 20-го. 20-го, да. Да, три дня. Будет проповедовать у нас молодой человек, служитель, пастор, пророк из Саус-Африки. Шепард Бушири. Легко его найти. Это ЮАР, так называемый. Легко его найти на Ютьюбе, Профетик Чаннел. Это очень бурно развивающая церковь. Сегодня у него где-то 85 тысяч членов. К нам Пасха, сюда, в пустыню. Такого человека как-то и непривычно ему приезжать, потому что у него в собственном собрании 85 тысяч людей. Мой сын несколько раз посещал его. И вот сейчас мой сын Илюша летал туда на пост и молитву, с ним поститься и молиться на три недели. Но дело в том, что он в Саус-Африке только два года, он сам из Малавии. И когда он только приехал в Саус-Африку, то мой сын с ним познакомился. И тогда он пообещал, что приедет к нам сделать крусейд. Но события поместные так начали развиваться быстро. Но он теперь уже не может отказать своему обещанию и все-таки приедет. Что вы ожидаете от этого приезда? Этот человек светский высокообразованный человек, что для меня это большое значение имеет. Этот человек пришел в служение в церковь на пастырское служение, будучи очень на высоком уровне бизнесменом. Ему не нужны деньги на зарплату из церкви. Он жертвует большие деньги свои. Очень богатый человек. Его бизнеса вокруг мира. Он есть библейский учитель. Греческое слово, еврейское слово, что обозначает. Очень глубоко учит. Ты считаешь, что может быть сочетание мира бизнеса, пророческого служения, затем пастырского служения? Ты готов ответить на этот вопрос? Вот как раз из моего, наверное, из твоего прошлого или из сегодняшнего нашего опыта христианского, это очень такой противоречивый вопрос. И вообще, наверное, противоречивый вопрос для многих христиан, вопрос финансов, бизнеса, богатства. Что Библия об этом говорит от бытия до откровения. Это все еще так процесс двигается. Но мое личное мнение, что Бог, которому я служу, он богатый Бог. Это его серебро и его золото. И, во-первых, богатой милостью. И богатой милостью. И обогативши нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением. И на тысячи гор, на тысячи гор скот его и поля. Это его земля. Смотри, когда мы говорим о богатстве, даже в рамках денежного эквивалента, в рамках денежного эквивалента, я смотрю на наших соотечественников. Ну, дай бог, чтобы нас миллиардеры сегодня слушали. Миллиардеры, какие-то Дональды Трампы или какие-то баферы. Но реально я понимаю, что все мы где-то стоим на одинаковом уровне. То, что там Мерседес за 50 тысяч, это не делает человека богатым. Или он дом имеет на 5 тысяч скверофут или на 7. Это не богатство. Богатство оно всегда в отношении страны от страны. Все относительно, да. Но надо понимать так, что за все отвечает серебро. Грех транспортируется, передается, несется финансами. И Царство Божье, это студия, телепередачи, постройка молитвенного дома, миссионеры, радиопередачи, за все отвечает серебро. За все. И мы должны это понимать. Вот мы не проплатим за эфир. Все, и пробуйте. Черный экран. Будет черный экран. Пробуйте остановилась. Черный экран, да. Потому, что я увидел в этом человеке, что он открыл в понедельник интересное богослужение. Только для бизнесмена. В понедельник рабочий день. Вот это Шепард Бушири. Это который... Должен приехать. Ну, я понял. Это будет и в понедельник. А у себя, у себя. Я понял. Не церковное... Это Джаганасбург или где он служение имеет? Это Джаганасбург и притория. Он открыл служение для бизнесменов, не церковное собрание. Учить бизнесменов вести бизнес по Божьему, со страхом Божьим. Честно. Юра, это служение превратилось в большее служение мое, чем... Это самое. Тысячи, тысячи, тысячи. Есть потребность, видимо. Приходит людей учиться знанию, как вести по Божьему бизнес, чтобы там ни в пирамидах, ни в каких-то странных инвестициях, там, ну, людей не вводить где-то в какую-то Аману, знаешь. То, что показал факт? Показал факт, что все-таки люди, которые идут каждый день на работу, 8 часов, каждый старая, они хотят, чтобы это не на пустой карман. Чтобы, если пошел на работу, чтобы принести детям в семью, домой зарплату. И вот на это служение по понедельнику, тысячи народа приходят. Начали, Юра, приходить такие бизнесмены, крупные бизнесмены. И он просто их учит, как Дуй Святой может помогать, как Дуй Святой. Ну, у него нет такого стимула поощрения к богатству следующим образом. Хотите быть богатым? То, что мы насмотрелись на христианском телевидении в Америке. Хотите быть богатым? Жертвуй. Жертвуй. Давай, давай, мне давай, и завтра Бог тебе 10 тысяч пришлет. С кредиткой плати. Как он подходит? Не так он подходит. Он учит так. Прежде чем мне пригласить тебя, чтобы ты жертвовал в церковь, я должен, как пастор, позаботиться, как чтобы пришло к тебе в карман. А потом это твое дело. Богу отдать десятину или нет. Я учу, он говорит, чтобы вы платили десятину. Но как пастор, моя задача не применять мои все хитрости, все мудрые. Трюки всякие. Трюки, чтобы вытащить из твоего кармана. Моя честная задача, как пастор, учить тебя, что Бог говорит в 28-е и второзаконие. Благословлю. Если ты будешь в входе и выходе на поле, плод чрева, жительницы, на высоте, не будешь внизу, будешь во главе, не будешь внизу. И это же библия, это же характер нашего Бога. Точно. То есть вы ожидаете все-таки, что будет проявление в служении, в проповеди. Проявления могут быть не обязательно, я говорю, за изгнание и исцеление. Проявление в движении, влиянии Слова Божьего. Вот когда идет влияние и авторитет Слова, это уже движение. Мы не можем предсказать, какие проповеди темы он возьмет. Я просто сказал некоторые характеристики, ты спросил, какая характеристика. Одной из черт, он служит в исцелении больных, он служит в очень детальном пророчестве. Это легко проверить. И в издании демонов. Но, как для меня, говорю, и с моим баптистской основой, больше всего я люблю Слово. Слово, которое спасает душу. Больные люди исцелились. Это большое событие. Слава Богу. Они потом все равно умрут. Воскресший из мертвых, Христос Лазарь, воскресший из мертвых, все равно умер. Освобожденные от демонов. Апостол Павел говорит, что дал мне ангел сатаны в мое тело. Да. Ну, несмотря на это, он написал большую часть Нового Завета. Дал жало в плоть. Да. Большую часть Нового Завета. Он просил, чтобы Бог освободил его от этого, но это не произошло. Даже, смотри, и когда Господь ему ответил, довольно для тебя благодати, вот это жало в плоть, это было также частью благодати. Которая помогала ему слушать. А как же? Если бы не было там благодати, он бы не прошел. Он бы, может, действительно возгордел себя, как написано. Потому это важное явление, как исцеление больных, как и знание бесов. Это, если телезрители, вы зайдете на наш церковный веб-сайт, вы увидите много видеоклипов. Это www.hungrygeneration.net, не .com.net. Вы увидите людей, которые страдали однополыми зависимостями. Вы увидите людей, которые наркотическими зависимостями. Я помню, рассказывал тебе о моем сыне. Это потрясающе свидетельство. Конечно, исцеление больных. Что касается телезрителей нашей церкви, как она стала проповедовать американцам по-английски, когда я приехал, zero, English, дети 14 лет старшим. И сегодня в нашей церкви большая часть американцев. И церковь просто растет. В этом году мы имели уже четыре водных крещения. И вот вчера я позвонил отсюда, тоже люди покаялись и собрали новые люди. Слава Богу. Естественно, как для иммигранта, и вот, наверное, мы коснемся еще этой части, как для иммигранта, чтобы в Америке, где пастыра американские, они дипломированы, они знают культуру, язык, опыт. И для нас, как иммигрантов, чтобы каялись в нашей церкви люди, и даже с американских церквей приходили, то вот именно исцеление больных, освобождение от бесов, это играет серьезный роль. Это признак все-таки, какой не есть, но это признак о том, что Слово Божие срабатывает в церкви. Да, что это апостольское. А это что, это апостольское начало, то есть апостольская церковь, то есть это несомненно. Отрицать это, отрицать, даже мы с тобой, будучи баптистами, если мы будем отрицать это, это противоречие Писанию. Нельзя отрицать, да. Вот, то хочу обратиться вот к нашим друзьям, кто нас смотрит, что исцеление больных и освобождение от бесов, оно не только в доме отец живой, здоровый, мать, дети, но это и слава церкви, это слава и проповеди, и это слава, на которую делают респанс люди неверующие, приходят о покаянии. Церковь растет. Точно. Пастор Василий, такой вопрос. Вот куда Дух Святой направляет вас, тебя лично, вот в служении, в проповедях, какая тематика, она сейчас созвучна, ты видишь, что Господь Духом Святым открывает. Что бы я сказал в сегодняшнее время. Да, да, да. Мне сейчас на сердце, вот, есть одно место из Библии, из Экилия, 37 глава, вот, 37 глава, где пророка из Экилия, Бог показал пророку из Экилию Божий дом, дом Израиля. А начинается эта глава из того, что из Экилия Бог привел в Духе. И была на нем рука Господа. Да, прочитай, пожалуйста. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня Духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И эти кости были написаны весьма сухие. И весьма, и весьма много. И весьма много. На поверхности поля, и они были весьма сухие. Да. А ниже здесь говорится, что Бог потом объясняет из Экилии, и говорит, что это дом Израиля. И Бог открывает себя Израилю, его характер, его природу. Он открывает себя для всего мира, всех народов. И когда мы читаем о доме Израиля, мы можем говорить о доме украинцам, русском доме, американском, мексиканском, о моем доме, твоем доме, соседа доме, христиан, пастора доме. И для нас важно знать, какие Божьи стандарты, какие Божьи ценности, как Бог видит вот этот дом. И Бог приводит из Экилии и говорит, Эзкилия, это дом Израиля. Как не может быть, это же кости свои. Ни почек, ни легких, ни сердца, ни кожи, ни жил, ни кровеносных сосудов, ни глаз, ни ушей, и ни мозгов. Вот иногда мы можем судить о нашем доме физически, через призму соседа, той церкви, духа времени, ни культуры. Но важно для нас, чтобы судить о доме вот в духе. Слово Господне есть дух и жизнь. Что Библия, что Бог, какой у Бога характер, какие у него стандарты. И какое видение у него. У него на дом. Да. У нас плотское видение вот такое. А у него вот какое. Значит, он говорит, что и сено, глины, и соломы одни строят другие, и золото, серебра, и драгоценные камни. Вот какой материал Божий, фасон Божий, какой его блеск, какая его краска. Вот что Богу нравится. Ведь, когда мы говорим о покаянии людей сегодня, то люди не приходят на покаяние не потому, что сознательно хотят идти в ад. людям не представлена альтернатива. На улице жизни сегодня многих домов. Многие дома. Дом Голливуда, бизнеса, наркодилеров, мафии, политиков. Белый дом в Вашингтоне. Да. Дома сегодня казино, ночной клуб. И по этой улице представлены разные блески. И на этой улице жизни Бог хочет поставить свой дом. Какой он хотел бы, чтобы люди, проходя по жизни, увидели его дом. И потянулись. И потянулись. Потому что это выбор. Да, да. Альтернатива. И в данном случае оказался его дом. Потому что часть Бога на земле это его народ. Мы являемся, наши чела есть, храм Духа Святого. Вот каким Бог хочет видеть его дом. В данном случае Бог показывает, наверное, Израиль думал о себе, что у нас дом Господень, дом Господень, у нас есть царь, у нас есть армия, у нас есть священники, у нас есть левиты, у нас есть колено Израилевы. Все, 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 как будто внешне, вот, Христос говорит, внешне все выглядит нормально, но внутри полны, полны костей. Вот. В данном случае важно о нашей церкви, о доме, о финансах, о бизнесе, о нашем влиянии, о нашей карьере, о нашем образовании. Как Бог хочет, чтобы мы выглядели. Чтобы мы выглядели дом полный спора, скандала, развода, дети, костей сухих. Или это из драгоценных камней Бог хочет, чтобы там являлась слава Божья, там исцеление, там люди каются, люди тянутся, чтобы в дом принесли славу цари со всей земли, говорится, что принесут славу цари, будут поклоняться. Ты говоришь, ты нарисовал прекрасную картину, изящную картину того, в идеале, что должно быть, но это в идеале. На самом деле, вот ты в духе видишь такую церковь или нет? Идеальной церкви, конечно, оно не будет как такового, но мы должны стремиться, мы как букет, как мозаика складываем эту картину и каждый должен стараться двигаться, потому и эта передача, другие передачи, служение написано, имеющие ухо слышат, да слышат, что дух говорит церквям в Бразилии, Корее, в Африке, там где-то в Колумбии и другие, быть внимательными, чтобы созидать. Не думаешь ли ты, что если ты в своем мировоззрении, в своих духовных желаниях и чаяниях, и стремлениях видишь такую картину идеальную церкви, ты будешь подтягиваться к ней. А в противном случае ты будешь видеть, вот смотришь на народ, ну образно выражая, в кавычках, хилый такой, бедный, бледный такой, хромой, косой, кривой. Вот если ты хочешь такой видеть, так оно и будет. Вот смотри, что удивительно в этом месте. Бог говорит Езекииле, что... Задает вопрос. Задает вопрос. Что ты видишь? А живут ли кости? Эти кости. Да. Богу не нравятся эти кости. Но вот здесь, смотрите, какой, друзья, вот какой ответ Езекииле, как будто и мы так очень часто отвечаем, что Боже, это твоя воля, ты знаешь. Ну что мы здесь? Ведь ты все... Ну Бог говорит, я конечно знаю, я не просто... Ты просто это увидел, я тебя взял в духе, а я это знаю 10 лет тому назад, 20, 100 лет я это знаю. Ну, кости-то все больше сухие, ничего, ничего не меняется. От того, что Бог знает, твой дом не меняется, твои дети не каются, церковь не растет, люди не исцеляются. Бог-то знает, но дело не двигается, и Бог пытается сказать Езекииле, Езекииле, я-то знаю, ты не знаешь, я хочу, чтобы ты знал, стань на это поле сухих косей и пророчествуй. Юрий, следующий пункт в этом месте это вопрос знания. Знаешь, наша проблема это гордость. Мы не хотим знать, мы не хотим учиться, мы не хотим, Бог пусть меня откроет. Рядом брат, епископ, служитель, пророк, церковь, где-то Бог двигается. Это во всех проявлениях и формах, это и в проповеди. Получись. Да, это и в проповеди. Знаешь, почему? Потому что 30 лет назад или 40 мы научили, нас научили азбуки, нас научили, и мы говорили одну проповедь, мы говорили те же самые, те же самые, то есть одну проповедь я имею ввиду без толкования, без приложения, без откровения. Мы говорили, ну были откровения, но я в общих чертах обрисовываю. И зачем мне учиться? Зачем мне учиться? Зачем мне прогрессировать в откровениях? Если я могу сказать ту же самую проповедь, что я говорил 100 лет назад. По жизни мы умны, мы успеваем поменять телефон, машину, дом сделать это. Но в духовном мире мы не продвигаемся. 30 лет что было? Точно, точно. Точно, здорово сказано. Смотри, что касается меня. Я приехал, начиналась церковь, и с трех, четырех, две семьи колебались на доме. Если бы я не учился бы, если бы я вот по миру на коленях, научите меня, мне 57 лет сейчас, я бы никуда не подвинулась бы. Но четыре водных решения за год, это хорошие показатели. Но, послушайте, тысячи людей покажутся через наше служение. Это не то, что сказанное слово, это уже прописано, это будет. Я выставляю вещи так, у меня семь человек на зарплате. В нашей церкви не надо семь человек на зарплате. Но я беру их на зарплату с той целью, я выставляю, расставляю так. Скажут, ну кто придет к иммигранту, он по-английски толком не разговаривает. Здесь такие придут, знание это сделает. Если ты... Однажды, когда дом Иова, дьявол разрушил до косей, все зависло, восстановление дома вдвойне на знание. Есть просто информация, которая у тебя там просто так заброшена. Она back on your mind. Но есть знания, которые на престоле влияния, которые пропитывают тебя до мозга костей. И уже было все доказано. Это ты, Иор, посмотри, поле сухих костей. И это стали мощные богословы. Это все было логически доказано. Могут ли твои кости жить? Ты скажешь, ну, Бог знает. Бог говорит, если я это знаю, ты тебе не поможешь. Я это знаю. Я хочу, чтобы ты знал. Если ты станешь с моим знанием, Бог раз, включается. И когда Иов, когда всю мертвую кость осталась живой кожей возле зубов, малость, и жена, поскольку похули Бога и умри. Где Бог включился? Когда человек стал знать вместе с Богом. И сказал, нет. Были серьезные доводы. И Иову все говорило напротив. Есть Бог воскрешающих мертвых. Есть Бог, который костей сухих облекает. Мысцами, жилами, кожей. Бог. И когда Иезекиилий стал на знание Божье, он не скинул от себя ответственности свое посвящение. Молитвы. Ты стал. Ты черпаешь Божье знание. И ветер. Это Дух Святой. С четырех концов дунул. Стало полчища весьма великое. И когда Иов был непоколебен, я знаю, Искупитель мой жив. И вот, что Богу нравится. И вдруг из бури Бог заговорил. И когда Бог сговорил, когда Бог увидел, что Иов с Божьим знанием, апостол Павел говорит, я знаю, кого уверовал. И стада. Дабл, дабл. Дети, семья. Все восстановилось. Слава. Все восстановилось. Это есть Дом Божий. Дом Божий – это не дом нищеты, позора, банкротства, разводов, убожества. Бог хочет, чтобы его дом, потому что он сам строитель Бог и художник. И у него дома, мы ожидаем, и его улицы из чистого золота. И он хочет, чтобы здесь, на земле, чтобы наши церкви, пробуждение, спасение людей, чтобы там был Дом Божий, чтобы люди пришли в Дом Божий. Меня всегда впечатляют категория служителей, устроителей церкви, структуры церкви, внешне, внутренне. Меня впечатляют, потому что я бываю в церквах, служу в церквах, имею больше приглашений, чем я могу позволить себе. И когда я захожу в церковь, или общаюсь со служителями, или один на один с пастырем, меня впечатляет, когда я вижу, что человек, он знает, что он делает. Не делает, что знает, а знает, что он делает. Оно всегда впечатляет. Когда, может быть, там не столь, оно эффектно, ярко и красочно, но оно настолько мудро, оно устроено, и настолько в гармонии все сочетаемо. Потому что бываешь в церквах, ну, бывают такие моменты, когда ты заходишь в церковь, собрание на десять, на десять. Людей еще нет. Людей еще нет. А я говорю, где будут люди? Ну, к десяти-двадцати соберутся. Это что такое? Это бесславие дома. Это бесславие? Самое настоящее? Это бесславие. Это кости. Это кости? Да. Ну, оно, наверное, знаешь, оно, наверное, многое зависит от пастора. Я приезжаю в церковь, мы завели утренние молитвы в церкви с пяти часов уже порядочное время. У вас в церкви? Да. Я молился об этом. У меня есть такая привычка молиться дома ночью. А потом я узнал, что в Корее церковь молится утром. Я думаю, почему в Корее молиться мы не можем. И это было, может быть, нелегко завести. Тогда я начал сам приезжать на пять часов. Я приезжаю до пяти часов, двери открываю. Я люблю встречать солнце каждый день из церкви. И люди начали приезжать. Утрашняя молитва перед рабочим днем. Перед рабочим днем. Люди приезжают в церковь, помолились, поехали на работу. Часик, два, кто сколько. И особенно мой штат. Они приезжают на пять часов на утро на молитву. Брат Юрий, зрители, это не тяжело организовать. Просто мы должны отнестись к Дому Божьему, как к своему Дому. Вот смотри, я тебя внимательно слушал насчет того знания. И что я даже в духе нашей беседы я определяю, что знание, которое не практикуется, не имеет никаких результатов. До тех пор, до каких ты знаний практикуешь, внедряешь. Покуда не станешь на него. Совершенно верно. И внедряешь его, культивируешь это знание. Оно ничего не даст. Можно иметь голову, говорят, семь пядей во лбу человек имеет. Такую голову от знаний. Но если оно не инвестируемо, не вкладываемо во что-то, наверное, из-за этого. Дьявол боится этого. Дьявол боится этого. Совершенно верно. Бог, люди очень часто говорят, Дуся, ты приди. Дуся, ты сам хочет прийти. Если мы выстраиваем наше служение, модель нашего богослужения, делаем так, потому что мир черно-белый. Да. И мы должны, начиная наше служение, сразу дать понимать всем, с чем мы, если вы пришли в колледж, на работу, в офис, в другие места, это другой мир. Но когда вы приходите в церковь, то вы приходите к истине. Истина показывает реальность, с чего мы есть. Здесь в духе из Экилия Бог взял, и он увидел совершенно другую картину. Важно, чтобы наши люди, приходя в церковь, они знали правду, что есть дьявол, что есть Иисус Христос. спасение не просто от никуда, в никуда, от никого. Спасение человека от власти сатаны, от власти дьявола. Бог этого века ослепил умы людям. Потому, когда мы говорим о спасении людей, вот в нашей церкви мы начинаем всегда служение, а мы провозглашаем thousands locally for Christ, millions globally. люди приходят на собрание, только пришли на собрание, это провозглашение, они сразу понимают, о, понятно, что это за общество. Четко оглашенное видение. Мы существуем, чтобы спаслись люди. Вечность, где ни твои деньги, ни дома, ничего. И это правда. Ну, вам легче это делать, потому что ты говорил и в частной беседе, и ты озвучил это в эфире, что к вам постоянно приходят люди, которые... Ну, они долго не приходили. Ну, да. Это просто был глашатый пустын, никто этого... Ну, затем... Говорилось, 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 покуда это... И люди начали каяться. Каяться. Ну, в рамках наших баптийских, пятидесятнических, харизматических церквей, в рамках наших церквей, существующих, не так много приходит неверующих. Ну, люди хотят спасать. Хотят. И из-за этого основным постулатом наших проповедей это вы должны, братья и сестры, должны, 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 должны каждое воскресенье, должны, ты должен, 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 должен. И человек, обыватель сидит на церковной скамье и думает, я все должен, как я много должен Господу. Поэтому вот от того, какой задаешь ты тон в церкви, от того, что ты видишь, ты видишь и хочешь видеть спасение людей, из-за этого они и приходят. А если, если, если основной леймотив наших проповедей, это должен, 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 ты должен, 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 ты все должен, и из-за этого, наверное, и результаты не столь существенные. Проповедь должна быть простой. Проповедь должна быть простой. Люди светские, они знают духовный мир, может быть, в искаженном виде, должны, может быть, узнать из церкви, но Голливуд опережает и представляет, представляет свое понятие и выставляет его, как два, может быть, дружеских каких-то мира духовных. Это совершенно противоположный. Мое мнение такое, что люди каются очень легко, когда они приходят в церковь. Вот, допустим, я говорю о нашей церкви. Приходят люди в церковь, светские. Проповедь служения направлено очень конкретно, очень специфично. Микрофон не позволяется быть дешевым кому-нибудь, на что-нибудь. Микрофон должен служить абсолютно каждую секунду цели. И когда ты бьешь по цели, демоны сразу кинули человека кричит демон, «Выкриши свет, выкриши свет!» «Не жарко, жарко, жарко!» Это демон кричит. Кто-то такой, «I'm Lucifer!» «А как ты сюда зашел?» «Да я вот этот человек, я ему говорил, не шел, он зашел». Когда это случается, все люди сразу же понимают, что это духовный мир. Включается верующий не ветер. Включились. Представь себе, что это не случается. Люди наслушались этих моралей. Прекрасный слово. Но когда перед тобою открывается, как езехилию, духовный мир, люди, это духовные вещи. Неверующим людям много вообще не надо объяснять. Кто хочет покаяться? Выши наперед. Я бы стратил бы, чтобы этих людей вызвать на покаяние, час времени убеждая, это был бы постный номер. Но люди увидели факт налицо. И плюс Дух Божий действует. Все. Бегут наперед. Все после покаяния есть библейская школа. Почему столь волиготно зачастую бесам в церквах, в церковных зданиях? Нету огня. Ну, понятно, это не о вас. Но, так я пророчески в духе говорю. Но почему вольготно, свободно, уютно, приятно, проявлением, не проявлением, им так хорошо, уютно, что человек приходит зачастую с бесами и уходит с бесами. Нету огня. Нету огня. Когда приходит Святой Дух, это огонь, это свет, там демоны не могут устоять. Точно. Это, конечно, очень большая тема. Мы не можем... Сколько у нас вообще? Еще 15 минут. Еще 15 минут. Напомни, пожалуйста, конференция. Обязательно. Да, друзья. Значит, пастор Василий Пархатюк, Good New Church, это из Вашингтона, город Пасква, Трай-Сити, так называемый. И в следующем месяце, это в ноябре месяце, 18, 19, 20, это пятница, суббота, воскресенье, будет трехдневная конференция или крусей, так называемых, в Пасху. Это на базе Вашей церкви, хотя здание Вы снимаете, арендуете здание, специально для этого, поэтому Вы приглашаемы. Сейчас на Вашем телеэкране Вы видите веб-страницу церкви New Generation, Hungry Generation, прошу прощения, это Hungry Generation.net, Hungry Generation.net, это веб-страница Вашей церкви, поэтому Вы ожидаете и имя этого служителя Шепард Бушери. С Южно-Африканской республики. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашей веб-сайде, чтобы мы знали, сколько людей, потому что, может быть, людей за много, и там есть два зала, зал, который Main Century и Overflow. То те люди, которые зарегистрируются, будут иметь привилегию попасть в центральный зал, где будет наяву. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, если Вы собираетесь приехать. Будет молитва за исцеление больных, за освобождение от нечистых духов, будет призыв ко спасению, и будет сильное слово. Здорово. Здорово. Поэтому, друзья, это такая анонсировка относительно той конференции, которая пройдет в церкви Good New Church, или Hungry Generation. Когда пророк, пастырь, служитель, евангелист, проповедник, когда он говорит это слово, очень важно повиноваться, когда Господь говорит, говори сухим костям. Вот, то есть, в тот момент, когда он говорит, Дух Святой участвует. То есть, это Дух, для того, чтобы они ожили, мертвы, должен быть Дух вложен туда. Очень важно. Если в твоих устах Духа нету, тогда и кости не оживут. Послушаются, да. Потому, друзья, ваш дом, где эта камера, которая... Любая, из них сразу направите. Друзья, какой бы ваш не был дом, может, в ваш дом зашли, дьявол занес какие-то его кости неправильные. Это на компьютере, это в отношениях, это что-то неправильное, какой-то грех. Не Божьи кости, не ваши кости, их надо взять и вынести из дома. Вынести из дома. Грех саморазрушителен. Не играйте с грехом. Но если в вашем доме есть то, что засохло, пропало, дети, сыновья, дочери, внуки, муж, родственники, Бог говорит Езекиилю, я не хочу, чтобы это было такое униженное состояние, это поле. Я хочу, чтобы это поле, на этом поле восстали. У меня был в доме сухая кость, мой сын, в наркомании. Это был темный день. Ты рассказывал об этом, да. Он был mental disorder, потерял мозги, он не знал, как его зовут, он не знал написать свое имя, он не знал, как зашнуривать свой дом. Он был наркоман. Это был, это была сухая, мертвая кость. И когда стоял вопрос, он топил мой дом, как иона корабль, и когда выбрасываешь его из корабля, то он тонет. Я стоял перед сложнейшим вопросом в моей жизни. Он не мог быть в моем доме, он топил мой дом с утра до вечера. Если кто не знает, что такое наркоман в доме, пусть Бог сохранит вас, и чтобы это никогда не знали. И плюс к этому, тебе надо было же служение, и служение, да. И я уверен, что у тебя есть даже в рамках этих десяти минут слово для служителей пастырей, которые проходят такую долину. Я проходил это. Это было сложно. Я другого выхода не имел, как сказать, Бог, все, у меня его нет, он мертвая кость. Если ты мне его принесешь опять, я буду служить тебе. то есть это тяжело было, это нелегко было. И Бог это сделал, стал служителем. Сегодня много людей привел к Богу. есть Бог, который воскрешает мертвых, который сухие кости вкладывает жилы, вкладывает мозги. мой сын потерял мозги. Потерял мозги полностью. На голову выше меня спортсмен, красавец. Сейчас ему 23 года. 4 года он свободный. Бог освободил. 4 года назад. 4 года назад. Все. Сколько людей привел в церковь сейчас? Потому я хочу вам сказать, не списывайте, не говорите, пророчествуйте Божье Слово. Будет это семья, дети. Говорите с Богом. Ты знаешь Божье. Бог говорит, я хочу, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы ты языки или знал, что это не моя воля. Я стану вместе с тобой, если ты будешь пророчествовать. Это произошло. Поэтому у тебя есть дерзновение и авторитет говорить о том, что стоять до конца, хотя может быть уже черта, хотя ты не видишь выхода. Хотя есть ли свет в конце тоннеля, но стоишь до конца. И это случилось, друзья, с моим сыном покаянием на сверхъестественном. Тебе большая семья, кстати. Детей шесть сыновей, все в служении и дочь. Слава Богу. Бог освободил моего сына от наркомании во время именно у тебе, Джошуа. в Нигерии, я завез его. И когда на prayer line, который у нас будет в ноябре, этот человек приедет, он просто проходил по линии, доходя к моему сыну, демоны начали через него кричать. демоны начали кричать, я убью его, он мой, я забрал у него образование, забрал у него лайсни, забрал, я хочу разрушить служение его отца, я ненавижу его отца. Демоны начали кричать через него. И он как махнул рукой во имя Иисуса, тот упал, устал, а где я? Почему я здесь? Вот что обозначает сила Божья в церкви, это спасение, это воскресение наших детей. Это очень важно. Я тебя знаю не первый год, и что мне в тебе нравится, Василий, то, что спасибо, то, что ты никогда не миришься с посредственностью, с серостью. Я. А зачем? То есть ты всегда лучше бить по максимуму. По максимуму. И сколько минут еще есть? Ну, у нас еще есть пять минут. Пять минут, смотри. Что бы я посоветовал, друзья, а если есть служители, которые слушают? Как я делаю? Я работал над моими старшими детьми, им сейчас, когда им было по 14, я учил, и они сейчас хорошие, сильные служители, которые Бог использует в служении исцеления, освобождения демона. Это мой племянник Володя, мой сын Илюша и мой сын Мартин. Сейчас я набираю новую волну, следующее поколение, им от 14 до 17 лет. Подростки, подростков. Уже меня, я с них беру на зарплату. Это отдельное служение, которое, так как эти старшие, я учу, рассказываю о духовном мире, как молиться за держимы, как молиться за исцеление больных, и все это для спасения людей, чтобы и на их подростковое собрание сейчас приходят неверующие подростки и принимают Иисуса Христа. Я проповедую сейчас очень мало или даже совсем не проповедую. Я только говорю короткое слово к молитве или говорю на молитве в пятницу. Я поднял молодых проповедников, которые легко пользуются экраном. Так раз назначают язык. Язык, статистика, компьютеринг, они выходят на проповедь профессионально подготовленные. Я каждое их проповедь корректирую после их проповеди, но сейчас они настолько знающие дело, что они делают, что просто мне остается наслаждаться. Ты знаешь, я вот слушаю тебя, есть служителя, которым по 80, пастыря, уже под 80 и по 80 сильно боятся, что Бог накажет, что они не служат. Да, что Бог накажет, что они не служат. Ты в 50 лет 7 лет назад или 5 лет назад ты уже начал делегировать молодым. И это делает часть тебе. Прекрасные служители. И это правда, что я имею небольшую зарплату. Я когда-то говорил, я хотел бы, чтобы мне это сказали мои дети и мой племянник, но когда-то я говорил так, брат дорогой, уйди из проповеди, чтобы проповедовали твои дети. Твои дети заплатят тебе больше, чем платят тебе сейчас, когда ты проповедуешь. Какая реакция была. Такая была его реакция. Я так о том говорил. Вот, то, что касается меня, что касается меня, некоторые люди боятся, это Божьи деньги. Я говорю, вы Божьи деньги пастору не платите, платите просто светские доллары, не надо Божьи платить, чтобы ставить пастора под это. Родственники пусть платят или что. Не бойтесь, не бойтесь доверять, взращивать молодых, поручать им. Мы, старшие, будем ходатаями, будем молитвенниками, будем вести молитву ходатайства, будем подвязаться за наших детей. Наши дети полноценные американцы, через наших детей, тысячи людей Бог хочет, чтобы это полчища сухих костей восстало полчищем. И это была целая армия, воинственная армия. И это будет. Здорово, здорово, приятно было снова, это наша встреча не последняя с тобой, пастор Василий будет у нас еще в эфирах, друзья, снова анонсировка 18-19 20-го ноября, я планирую тоже, кстати, быть, я планирую, да. Поучаствуйте, если возможно. Ну, если да, ты меня приглашал, спасибо. Прямым эфиром. Мы будем делать эфиры, мы об этом работаем, чтобы прямые эфиры также на импакте были прямо из служения Пасха. Поэтому, спасибо, пастор. Большое спасибо за приглашение и возможность благословения. Пусть оживут ваши кости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Соверши короткую молитву. Господи Иисус, Господь, мы просим Тебя, Боже, Ты знаешь, какие наши дома, Боже, Ты знаешь это все, дай нам это знать, дай нам посмотреть через призму, не этого времени, но через Дух Твой Святый, через Твое Слово. Прошу Тебя, наши кости, у кого есть сухие, давно умершие, высохшие, мы просим Тебя, сделай это, чтобы Дух Жизни вошел. Мы благословляем. Послаем это Слово во имя Иисуса. Для славы Твоей и до вас станут они для славы Твоей. Для славы имени Иисуса. Бога Тебя, Сын Дух Святой. Итак, друзья, спасибо, что вы были на импакте. Оставайтесь с нами, помните, Христос любит вас, мы также любим вас и будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok